Братья, вопросы идут один за другим. Геннадий Сергеевич, уточните, пожалуйста, смерть это личность. Как это понять личность? Поделитесь своими мыслями насчет 666. Тут еще текст со святого писания. Братья, вопрос очень такой обширный. Число 66 это число зверя будущего антихриста. Я расшифровать это так, знаете, обширно не могу. Такого откровения не имею. Знаю, что это будет личность, это его число. В отношении смерти я рассматриваю, что смерть это не состояние, хотя в какой-то степени это относится к нашему физическому состоянию. То есть, умер, твое состояние. Святое писание смерть подразумевает как личность. Я об этой имел ввиду. Смерть это, на мой взгляд, это очень сильная личность. Вот как и сатана, личность очень сильная. Она не всемогущая личность, но могущественная. Сатана имеет еще могущество. Вот. И он имеет определенную власть. И он определенную силу имеет. Он управляет царством бесов. Они ему подчинены. Он контролирует этот мир. Контролирует очень сильно. У него есть сыны противления. Он действует часто через правителей, через людей, которые противятся Господу. А Елима, то значит, волк, имя его. Он противился словам апостола Павла. Вот это сыны противления. Вот. Их конец погибель и так далее. Такие люди есть. Вот. Но вот сатана это личность. О какой личности идет речь в Святом Писании, который имя смерти, мне трудно сказать. Но она, эта личность, вот, находится в ведомстве сатаны. Он есть, как бы сказать, царь над всеми сынами гордости. И так о нем Писании говорит. Вот. Значит, у него есть держава смерти. И лишил имеющего написано державу смерти. То есть, это очень, обладает очень большой властью личность. Он все держал под своим контролем, под своей, под своей властью. Христос только его победил. Он написано восторжествовал над ними собою. Он вышел оттуда. Он в этом победил смерть. Что написано, она не смогла его удержать. Значит, она его удерживала, смерть. Но невозможно было смерти удержать. То есть, смерть, имея власть, когда Христос умер, она увлекла его. Вот. Но Христос восторжествовал над ними победу. Христос оказался сильнее смерти. И он оттуда вышел из приподней земли. И я полагаю, это был официальный перевод. Завтра мы будем говорить о рае. Перевод из царства, вот, в котором находились умершие праведники в рай. Вот. Какие места Святого Писания мы читаем? Написано, смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Или еще один текст Святого Писания, говорящий о личности. И взглянул я, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть. То есть, личность, которая двигается, и ад следовал за ним. Не просто они, как какое-то определенное состояние. Нет, они движутся и очень активные. Вот. И не просто так написано. И смерть, и ад. Ввержен озеро Огненное. То есть, за этими личностями стоят их, как бы сказать, их владения, их держава. И смерти, и ада. Вот. Стоят за их спиной. И они ведут активную борьбу против церкви. Вот. Написано, и врата ада не одолеет ее церковь. Бог ее создал, но они ведут активную борьбу. То есть, нам приходится иметь дело с личностями. Злобными, духами, вот, сильными. Их мог победить только Христос, и нас победа. Наша победа только во Христе. И люди очень бессмысленно, вот, неразумно смеются над сатаной сегодня. Особенно это в харизматическом движении. Это, вот, все принято. Это ужас. Вот. У нас спасение только Христос. И он научил нас молиться. Не веди нас в искушение, избавь нас от лука. Вот наша позиция, наша защита только Христос. Только в нем мы можем победить всю эту страшную, вот, сатанинскую, можно сказать, державу, которая сегодня ведет брань со святыми. Ну, это коротко. Продолжение следует.